МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В зиме энергетики доложили городским депутатам. На сегодняшний день выявлено 49 порывов на городских и сетях поселков. Сейчас находится в стадии капитального ремонта этого порыва. Это аварийный текущий ремонт. Еще есть капитальный ремонт тепловых сетей. По капитальному ремонту тепловых сетей мы большой объем работы выполняли в поселке Подгорном, по улице Кировская. Запланированы работы у нас в городе. Это арея звезд по улице Курчатова. Два это в районе 30-го дома и в районе Главпочтам. Там уже работа выполнена. Сейчас в стадии завершения работы до Курчатова 30 тепловая сеть. По договору у нас подрядчик работает. Фирма АРИС выполняет работы. Завтра они осуществляют врезку. То есть трубы продолжены. Техническая готовность к 15-му сентября, к 11-му сентября. Запуск будет у нас готовность 100%. Доклад главного инженера Гортеплоэнерго внимательно слушали народные избранники. В сфере отопления мелочей не бывает. Не зря народная мудрость гласит «Готовь сани летом». Насколько качественно подготовится город к зиме, настолько будет комфортно потом его жителям. Хочу отметить, что все службы отчитались. В общем-то проблемных мест нет. Есть ремонты, есть плановые ремонты, есть ремонты такие гуманные, где теплотрасса порвалась и ждали пока люди, которые картошку посадили самозахватом, ее выкопают. Проблем у города сейчас по теплооснабжающей организации нет никаких. Поэтому хорошо, то есть к концу этой недели нам пообещали, что весь город будет подключен. Начнем с социальных объектов, там садики, школы, больницы, потом жены фонд. Ну, я думаю, это, наверное, с пятницы уже начнем дома подключать. Однако совсем уж идеальную ситуацию с теплом пока назвать сложно, соглашается Сергей Шаранов. Да, плановые и предупредительные ремонты ведутся. Но вот на капитальные замены трубопроводов денег все же не хватает. Приходится искать разумный, но все же компромисс между наличием средств и надежностью теплосети города. Не меньше тревоги вызывает и вопрос с тарифами. Ну, у нас открытый, конечно, вопрос, который мы с контролем не снимаем. Это тарифы очень большие, очень серьезные. В этом плане, ну, если можно говорить здесь об удаче, да, удачно, что идут губернаторские выборы. Всех кандидатов, губернаторов, абсолютно всех мы озадачиваем этой проблемой. То есть привлекаем внимание к нашей боли городской. В общем-то, ну, все обещают уже собраться. Поэтому, ну, кто бы не победил, да, ну, такая вроде как интрига, то будем надеяться, что губернатор будет заниматься нашим вопросом в том числе. В программе все обещали, просто у кого-то более конкретные планы, у кого-то менее конкретные планы. Мы обещают все. Ну, в данном случае, я думаю, что мы пожинаем плоды некоторых, ну, не совсем верных решений, там, 20-летней давности. Но, опять же, мы судить их неправильности можем сейчас, имея наш опыт. Ну, вполне возможно, что тогда такое решение, ну, казалось правильным, стратегически, ну, таким направлением. Ну, к сожалению, видите, время, ну, или, к счастью, время расставляет все по своим местам. Я думаю, что решение будет. Я думаю, что тарифы упадут, иначе, ну, городом от города будет совсем не хочется. Имея такие серьезные крупные предприятия, я думаю, что у нас есть шансы тут еще долго процветать. Михаил Симонов, Андрей Васильев, Информэкспресс. Сегодня в Железнаграде...